Здравствуйте! В эфире новости на МТРК. О событиях к этому часу расскажут мои коллеги Ягири Мукашева. Вот главная тема. Еще шесть сел области закроют на карантин из-за птичьего гриппа. Уже погибло 11,5 тысяч голов. Пострадала и птицефабрика. Хайтек-афером 270 североказахстанцев попались на удочку интернет-мошенников. Как не стать жертвой? Все лучшее детям. Как проверяли качество ремонтных работ в школах? Довольны ли результатом? В регионе подходит к завершению уборочная кампания. По данным Управления сельского хозяйства, зерновые и зернобобовые культуры аграрий скосили на площади порядка 3 миллионов гектаров. Воловой сбор превышает 4 миллиона тонн. План выполнили почти на 93%. Урожайность масличных составляет 8,2 центнера с гектара. Их убрали в объеме более 70%. Наряду с этим идет сбор овощных культур. Картофель убрали с 95% площадей. В закромах его уже 460 тонн. Большие возможности для тех, кто в них ограничен. Общественные советы начнут привлекать казахстанцев с особыми физическими потребностями. Об этом в своем послании говорил президент страны Касым Жумар Тукаев. Как новшество повлияет на оптимизацию сферы госуправления? Своё мнение по этому вопросу высказали североказахстанцы. В состав общественных советов необходимо широко вовлекать представителей разных социальных групп. Например, нужно создать необходимые условия для участия в работе таких структур людей с ограниченными возможностями, которые всегда должны находиться в зоне особого внимания государства. Равные права и возможности для каждого казахстанца. В своем послании президент страны Касым Жумар Тукаев говорил о необходимости реформирования государственной системы. Важная роль в ней отводится и поддержки людей с ограниченными возможностями. Салимхан Цабитов считает, что это откроет новые дороги для многих соотечественников. Приятно, что люди с ограниченными возможностями имеют право высказать свое мнение в той или иной сфере и тем самым помогать разрабатывать рекомендации над улучшением уровня качества жизни людей с ограниченными возможностями. По мнению общественника, инициатива главы государства поможет существенно разгрузить объем работы госаппарата, а также сыграет ключевую роль в отстаивании интересов граждан с особыми физическими потребностями. Абай Альжанов, Михаил Казначеев, Новости МТРК. 11,5 тысяч голов домашней птицы погибли в Североказахстанской области. Причина смерти – птичий грипп. Атаковал он и одну из птицефабрик региона. На Бишкульской по официальным данным полегли свыше 40 тысяч голов. Напомню, первые данные о падеже дикой птицы от опасного гриппа появились 9 сентября. 14-го сообщили о гибелях на домашних подворьях. Как защищают тех, кто не заразился, хватит ли вакцины и каким образом птичий грипп оказался в нашей области. Расскажем далее. Белоградов, Катимиряевский район. Жанна Исидохова, 330 грустей. Ущерб сейчас подсчитывают жители 47 сел 5 областей Казахстана. На личных подворьях от птичьего гриппа погибли почти 13 тысяч голов. 11,5 тысяч из них в нашей области. Штаммы сейчас исследуют, но уже известно, тип вируса такой же, как в приграничных регионах России. Напомню, из-за бушующего там птичьего гриппа 4 августа наша страна вела ограничения на ввоз живой птицы и ее продукции. Скорее всего, вирус в Североказахстанскую область принесли дикие птицы, которые мигрировали на юг. Через водоемы заразились домашние куры, утки, гуси. С 19 сентября на карантин закрыли 11 населенных пунктов 7 районов области. В данных населенных пунктах с сегодняшнего дня начал работать республиканский противоэпизотический отряд. Начата установка дезинфекционных барьеров, заправка их. Сегодня выйдет постановление государственных ветеранов и санитарных инспекторов районов о изъятии и уничтожении больной павшей птицы. Сейчас готовится постановление Акимата области об установлении еще на 6 населенных пунктов карантина. Каждому владельцу павшей птицы на личный счет упадет компенсация. Она зависит от средней рыночной стоимости птицы в регионе. Всего казахстанцам, чьи подворья пострадали, выделили 390 миллионов цинги. Забрался птичий гриб и в Бишкульскую птицефабрику. За три дня там полегли около 41 тысячи голов, но в некоторых СМИ есть данные о 180 тысячах погибших на птицефабрике Несушек. И это только за сутки. 180 тысяч голов официально нами не подтверждены. Значит, они ветеринарную службу в известность не ставили. Мы отчет ведем с 19 сентября, с момента, когда мы посетили птицефабрику. А с 10-го они скрывали то, что они сейчас заезжают? Здесь это на их совести. Тушки павших кур сейчас утилизируют, а именно сжигают. Остальные пять крупных птицефабрик о случаях заболевания не сообщают, говорят в управлении ветеринарии. Тем временем в 20-километровой зоне от очагов заражения начали вакцинацию. Отмечу, с начала года защиту от вируса получили около 2 миллионов голов домашней птицы. Всего же на частных подворьях региона их 2 миллиона 600 тысяч. Как только поступила информация о опасности распространения птичьего гриппа в северо-казахстанской области, было выделено еще 873 тысячи доз, что позволяет еще дополнительно провокрицинировать 3 миллиона голов. Таким образом, комитетом ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства было выдано достаточное количество ветеринарных препаратов для проведения своевременной вакцинации на частных подворьях. Напомню, птичий грипп не передается от человека человеком. Заразиться можно при контакте с живой или мертвой заболевшей птицей. Продукция безопасна после термической обработки. Агири Мукашева, Казбек Рыгбаев, Новость Семтерка. Полицейские рассказали жителям Петропавловска о том, как не попасть на удочку интернет-мошенников. Вместе со студентами-волонтерами одного из городских колледжей они раздавали прохожим памятки в торговых домах областного центра. А еще подробно пояснили, какие схемы придумывают преступники, чтобы завладеть личными данными граждан на просторах всемирной сети. Все подробности в материале, подготовленном при содействии пресс-службы областного департамента полиции. На сегодняшний день, пожалуй, каждый человек сталкивается с покупками товаров в сети интернет. Но, как мы видим, большое количество объявлений являются фейковыми. Поэтому хотелось бы предупредить жителей нашей области соблюдать меры предосторожности в сети интернет. Чтобы не допустить случаев интернет-мошенничества, добровольцы помогают полицейским в раздаче населению памяток и брошюр. В них изложены основные правила, которые могут обезопасить североказахстанцев от уловок преступников. Не стоит соглашаться на сомнительные сделки в интернете. Прежде чем пойти на них, посоветуйтесь с родными и друзьями знакомыми. Отказывайтесь от предоплаты при покупке или продаже товаров. Время интернет-сделок не сообщайте номера банковских карт, пин-кодов, а также пароли, поступающие на мобильный телефон. Одни из самых распространенных схем обмана, которые в последнее время часто используют интернет-мошенники, получение онлайн-кредита, доступ к онлайн-банкингу. Одним из распространенных преступлений является интернет-мошенничество. Поэтому нами совместно с волокерским клубом «Комкор» сегодня была проведена разъяснительная профилактическая работа с населением. Также хотелось предупредить население соблюдать меры предосторожности в сети интернет, ни в коем случае не перечисляя денежные средства неизвестным лицам. С начала этого года на уловки мошенников на различных онлайн-ресурсах попались более 270 североказахстанцев. Дарья Пашмынцева при содействии пресс-службы областного департамента полиции. 11 уголовных преступников задержали за два дня североказахстанские полицейские. Лица тех, кто сейчас уже в наручниках, долгое время были на разыскных ориентировках. На счету беглецов, хулиганства, кражи, мошенничества попались и те, кого ищут в соседних странах. Так, в ходе операции удалось вычислить злоумышленника, которого в Кыргызстане обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас 42-летний мужчина находится в изоляторе временного содержания. Прошлая неделя для спасателей выдалась неспокойной. Им горели леса в Кызалжарском районе, а из-за сильного ветра пострадала одно из учебных заведений в Сергеевке. Все случаи прокомментировали на брифинге специалисты ДЧС. 19 сентября в Кыргызстанском районе, селе Антоновка, на территории ТО Журавушка, произошел пожар в зерновом таку на площади 200 квадратных метров. Огнем уничтожены верхние обшивочные деревянные конструкции. Спасено емкость для переработки зерна в количестве 12 штук, находящихся вблизи 300 тонн льна и 140 тонн пшеницы. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина ЧП – короткое замыкание электропроводки. Кстати, были на прошлой неделе и лесные пожары. 19 сентября в Кызалжарском районе в 5 километрах от села Плоского. На площади около полутора гектаров горела береза. Второй случай произошел днем позже и тоже в Кызалжарском районе. 20 сентября в 5 километрах от села Ташкентка, также Кызалжарского района, на территории КГУ лесного хозяйства Кызалжарского, произошло загорание лесного массива береза на площади на целых 5 гектаров. Причина пожара на данный момент устанавливается. Причина ЧП на прошлой неделе были и природные катаклизмы. Сильный порывистый ветер буквально сорвал кровлю со здания Сергеевско-Казахской средней школы. К счастью, никто не пострадал. Все случилось в выходной день. Анжелика Сычева, Рустам Тлюжанов, Новости МТРК. Порядка 280 миллионов тенге выделили на ремонт шести школ Петропавловска. В учебных заведениях стало теплее, светлее и комфортнее. Наш корреспондент Эгири Муканова побывала в двух школах областного центра. Что изменилось там после строительных работ, узнаем прямо сейчас. В 23-й школе ремонт шел поэтапно, в течение двух лет. В 2018-м полностью обновили третий этаж. В текущем году на первом и втором этажах старые окна заменили на пластиковые. Обновили систему отопления. Теперь в здании тепло, светло и уютно. На сэкономленные деньги в заведение отремонтировали в фойе. В школе обучается 1300 ребят. Для начальных классов создали 50 дежурных групп. В нашу школу два раза приезжала мониторинговая группа партии Нуратан. В первый раз, когда они приезжали, они сделали ряд замечаний, которые были устранены. Кирпичная кладка немножечко разрушилась. И вот по кирпичной кладке были замечания, но эти замечания были устранены. Сейчас кирпичная кладка под окнами хорошего качества. В школе-лицее имени Альфа-Раби тоже провели капитальный ремонт. Заменили окна, систему электропроводки, обновили спортзал и входную группу. Работы начались в июне. К первому сентября все было сделано. Думаем, сейчас в школе созданы все условия для комфортного обучения. Сейчас у нас работает 14 дежурных групп. В онлайн-формате обучается более 250 ребят. Всего в областном центре в этом году провели капитальный ремонт в шести школах на общую сумму порядка 280 миллионов тенге. Деньги выделили по программе «Дорожная карта занятости». Проекты – это замена оконных блоков, ремонт кровли, крыши, внутреннего теплоснабжения. На сегодняшний день было сходовано порядка 72 рабочих мест. В рамках докрыта будет устроено 36 человек. Качество ремонта школ проверяли партийцы и родители учащихся. При необходимости делали замечания. Айгири Муканов, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Квалификации выпускников казахстанских вузов будут признаны за рубежом, сообщает Министерство образования и науки Республики. Обновленное приложение к диплому будет прилагаться с 2021 года. К такому решению пришли благодаря принятию отчета по самосертификации национальной рамки квалификации высшего образования Республики Казахстан секретариатом болонского процесса. Данная мера повысит привлекательность отечественного высшего образования для иностранных студентов. Под таким названием прошла онлайн конференция в филиале Национального центра повышения квалификации Орлеу, посвященная Дню языков. За круглым столом педагоги обсуждали повышение статуса государственного языка, его развитие и применение в сфере образования. Подробности далее. Жанат Мухаммеджанов считает, что знание государственного языка важно для каждого гражданина страны, особенно для молодежи. Но проблема в том, что уровень владения госязыком среди молодого поколения очень низкий. «Это связано со слабыми темпами развития государственного языка. Мы говорим, что нужно быть патриотами своей родины. Нужно уважать флаг, герб, гимн. Мы проявляем свой патриотизм, говоря на родном языке, и таких должно быть больше». Чтобы привить молодежи чувство патриотизма и желание угубить свои языковые навыки, нужно перейти на латиницу, считают специалисты. В этом направлении работа уже идет. Об этих и других приоритетах на встрече говорили педагоги. Каждый из них представил свое видение дальнейшего развития государственного языка. «В организациях образования говорится об уровне владения языком в процессе деятельности. Также специалисты делятся своим опытом в области применения государственного языка в учебной деятельности и его развитии». Все доклады, которые озвучили за кругом столом, опубликуют в специальных сборниках. Последние передадут в образовательные учреждения. Алишер Ашимов, Михаил Казначеев, Новости МТРК. В Петропавловске прошла республиканская экологическая акция World Cleanup Day. В субботник появили в рамках года волонтера. В Мещанский лес вышли эко-волонтеры и госслужащие. Всего около 100 человек. Участники акции собрали почти тонну мусора. Стекло, пластик, резину, бумагу и металл отправили на переработку. Кроме того, активисты высаживали деревья. Мероприятие прошло под лозунгом президента нашей страны Бергетта за Казахстан. Это только начало большой всенародной акции. В рамках поручения президента Республики Казахстан данного послания народу Казахстана по высадке двух миллиардов деревьев в лесных массивах, а также еще 15 миллионов насаждений в населенных пунктах в течение пяти лет. Посадка деревьев продолжится по всей стране в рамках Бергетта за Казахстан. Только актуальные новости, фотографии и видео с места событий, работа журналистов в кадре и за ним. 21 сентября, в первый день рабочей недели, на официальной странице МТРК в Инстаграме число подписчиков достигло отметки в 50 тысяч. Активнее всего североказахстанцы стали добавляться в марте, когда из-за коронавирусной инфекции в Казахстане ввели режим ЧП. Тогда же в день на страницу муниципального канала в социальной сети поступало больше десятка вопросов, связанных с новыми правилами и ограничениями. Со временем их стало чуть меньше, а число подписчиков продолжало расти. Сейчас в Инстаграме МТРК почти 4 тысячи публикаций. Команда канала планирует не останавливаться на достигнутом и продолжит оперативно выкладывать актуальные и интересные публикации. Старт нового сезона чемпионата страны по хоккею переносится на неопределенный срок. Эта дата была намечена на 19 сентября, но после того, как коронавирус подхватили сразу несколько хоккеистов столичного Бориса, первенство решили отложить. Напомню, команда принимает участие в континентальной хоккейной лиге. Решение о дате возможного начала чемпионата Казахстана примут на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса, говорится на официальной странице ВКонтакте хоккейного клуба «Кулагер». На этом все. Выходя из дома, не забывайте надевать маску. И смотрите МТРК, будьте всегда в курсе событий. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok